Приветища, это Going to MidEvil и мы продолжаем выживать, но уже весной. В прошлой серии у нас была зима, мы хорошенечко ее пережили, но теперь у нас весна, мы готовимся к фермерству. Видишь, у нас там уже грядки, грядки вовсю копаются, окучиваются, видишь, уже на некоторых грядках что-то туда растет. А сверху у нас будет огроменный склад. Но сейчас нам с тобой нужно распределить работу между моими подопечными. Работы стало много и все разом они делать не могут, надо распределить приоритеты. Сбор, пускай сбор у нас будет вот в таком приоритете у Марьи. Строительство у нее будет, ну, такое себе, все-таки мужик должен строить. Охота тоже. Добыча это вообще не ее дело, кулинарное дело это твое. Оно прям вообще вот высший приоритет. Ну вот и все, приоритеты расставлены. Напоминаю, что цифра 1 это самый высокий приоритет, ну а дальше по обыванию. Все, работаем, ребят, работаем. Еще можно расписание сделать, что когда они делают. Ну и этим я пока не хочу заморачиваться, просто сон сделаем с нуля до 4 утра. Даже с 23 до 4 утра они спят, а потом делают, что хотят. О, наконец-то собирательством занялись. Коробки ягод. Можно везти на рынок и продавать. Правда здесь еще нет рынка. О, лукошечка с грибами. Смотри сколько грибов-то тут, е-мое. Все это собрать, ребята, надо. Ух ты! Новый поселенец. Падающие надежды. Падающие надежды. Дэниел подошел с протянутой рукой, тепло и открыто улыбаясь. Дэниел искренне хотел узнать больше о поселении Оторп и стремился оказать любую посильную помощь. Все, что ему нужно было взамен безопасное место, которое можно было бы назвать домом. Ну что ж, мы принимаем поселенцев. Почему бы нет? Житель Оторп принимает его в свои ряды. Е-е-е, ты посмотри какой он. Это он на низи похож. Точнее на китайца или на японца. Это азиат какой-то что ли? Ладно, Дэниел. Переименовывать я тебя не буду. Мне нравится твое имя. Беги помогать своим товарищам. Насчет работы. Посмотрим, что у тебя там. А, у него даже никаких звездочек нет. Если видишь, у Марии есть звездочки. В работе. Это, соответственно, она очень хороша в этом деле. То у Дэниела вообще нет звездочек. У Горемыки хоть одна есть. Короче, самая продвинутая у нас Мария. А, вот, у него есть звездочки. Ты че? Животноводство и красноречие. Дэниел, а в чем ты силен? Покажи свои характеристики. Что ты умеешь? Недотепа. Дэниел с трудом поспевает за другими. Он отстает и даже самую мелкую задачу выполняет дольше остальных. Ну е-мое. Правдолюб. Дэниел крайне прямолинейен и нетерпим к чужой глупости. Те, кому не нравится непрекрашенная правда, стараются держаться от него подальше. Ладно. Нам в любом случае нужны поселенцы. А еще нужно сделать кровать, где бы Дэниел смог спать. Что ж, Дэниел, поскольку ты у нас пришел последним, будешь спать в ногах. Вот здесь вот. Все будут ходить через твою кровать за стол. И вообще, в принципе, будут всегда ходить через твою кровать. Так, Дэниел куда-то забежал. Я не понял, куда это он? Во, копает, красавчик. Прибежал, а сразу работать. Вот это я понимаю. Теперь нас троа. Это очень хорошо. Вот это кто-нибудь собирать будет, ребят? Вон, ящики оставили. Ну что за дела вообще? Зато кровать построил. Горемыка, по-моему, построил. Так, Горемыка-то где? А, это Мария. Мария построила и пошла ягоды собирать, скорее всего. Он даже что-то готовит. Молодец. Что у нас там по исследованиям? Четыре. Четыре книжки. Но сейчас на самом деле не до исследований, потому что весна, нужно побольше сделать продовольствие. А исследованиями заниматься нужно зимой, когда мало работы. Так, я не понял, почему Дэниел спит вместе с Горемыкой, а Мария в ногах? Можно как-то распределить кровати? Описания, информации, скорее всего, нет. Как говорится, кто где упал, там и спит. О, смотри, кучка как накинулась на еду. Ракукуча. Ракукуча? Откуда она взялась? Мария, наверное, спекла. Сварила. Все, почти закончили с полями. Осталось только доделать капусту. Последнее поле капусты и все. Наконец-то ребята начали строить склад. Еще один большой склад. Надо понять, из чего мы будем делать крышу. Наверное, из Хореста так же сделаем. Только другую форму крыши придадим. Блин, с тремя поселенцами гораздо быстрее все теперь стало делаться. Это прям очень круто. О, у нас и здесь ягоды выросли. Офигеть, сколько ягод. Все это дело надо забрать, ребят. Огромная куча кроликов тут бегает. Мария, ботаника, навык 12. Давайте, ребят, собирайте, собирайте. О, все подключились. Вся банда собирает ягоды. Ну, красавцы. Значит, здесь мы сделаем склад. Надо сейчас это все сразу пометить. Склад. Вот такой вот. Так, с костями давай разберемся. Нафиг их вытащить? А, не могу их отсюда вытащить. Ай-яй-яй. Ну, ладно, пускай будут на этом складе. Не страшно. Черт, у нас снова книжки валяются на полу. Мария, подбери вот это, пожалуйста, как проснешься. Прям очень надо. О, молодец. Давай, пацаны, доделаем уже склад и все. Закончим тут с этой полянкой. Во, наконец-то. Красавчики. Теперь надо крышу доделать. Вот такую вот большую крышу. Делаем. Дэниел прям вперед планеты все бежит. Строит и строит. Ну, красавчик. Все, склад у нас построен. Это очень классно. Можно теперь с этого дома все перетаскивать. Убрать складское помещение здесь. Потому что оно тут мешается нам. И сюда можно, в принципе, затолкать нарды. И еще один исследовательский стол. О, наконец-то. 17 книжек исследований. Варка Эля и мебель. Ну, наверное, мебель надо. Все-таки сделать нормальную кровать, чтобы ребята выспались уже наконец-то. Эль. Так что давай качаем мебель. Ништяк. Сейчас вот это вот все, ребята, уберут. Ребят, уберите вот это все на склад, пожалуйста. Вот это вот мы теперь убираем со спокойной душой. И поставим сюда нормальную кровать. Значит, кровать. Ого, какая кровать-то большущая. Ты посмотри. Ладно, ставим ее так и вот так. Две кроватки. Пишется, что на складе мало продовольствия. Надо, значит, объявить охоту на животиночку. Вот, например, кролик у нас тут бегает. Ребята, вот, охотьтесь. Куча кроликов бегает у нас тут. Добывайте еду. Блин, из-за кровати у меня тут случился конфуз. Все спят, где легли. Даниэльке повезло, он кровать себе отжал. Длинная шапка разлагается на складе. О, все, наконец-то место освободилось. Можно вот это убрать. Гаримыка пошел на охоту на кроликов. Ты посмотри, сколько их тут развелось-то, а. Ух. Поселенцы раздражены. Кто раздражен? Че, Гаримыка что-то негодует? Че? Не хочет есть? Ну так не кушай. Че ты тут устроил? Он, кстати, первого кролика замочил. Красавчик, иди забирай его. Еееееееей. Добыча. Короче, у нас проблемы и с кроватью, потому что недостаточно соломы. А солома, она будет чуть позже, осени. Вот трава у нас, она должна созреть. Хотя, в принципе, можно ее уже срезать. Давай-ка срежем. О, красавчики. Даже ли вы по году побежали собирать. Конечно. Всем хочется спать на хорошей кроватке. Давайте сразу доделывайте кровать. О-о-о. Че, все это? Вот такая вот кровать, что ли? Несуразная какая-то странная. Мне кажется, она недоделана. Ну да, она еще недостроена. Сейчас. Сейчас, Гаримыка ее доделает. Ну вот. Первая нормальная кровать. Отлично. Правда, соломенная. Но не страшно. Ну, пацаны, ну как так? Почему девчонка спит возле дверей, а? А вы на кровати улеглись. Ну дела. А, прикинь, он не может построить кровать из-за того, что тут угли. Так надо угли убрать. Да че? Че ты ноешь? Все, наконец-то. Убрали пепел. Теперь можно достроить кровать. Жареное мясо догнивает на складе. Ё-моё. Вот это уж... Какое мясо? Где? Блин. Жареное мясо пропало. Эх. Ну, зато еще одна кроватка доделана. Вот это значит кроватку тоже разбираем. И делаем полноценную нормальную. Хотя нет. Давай мы эту кроватку вот здесь вот поставим. На складе. Так. У нас открылось еще одно исследование. Мы можем открыть... Что тут у нас? Подождите. Декоративные знамена. Нафига они нужны? Декоративные сооружения. Для чего это вообще? Фигня какая-то. Настенное украшение братства Дуба. Лучше, конечно же, изучить варку Эля. Последняя кровать у нас готова. Пофиг, что она на складе. Который когда-то, когда-то был склад. Но, конечно, его еще не до конца доразобрали. И тут еще разделочный стол. Ну, в общем... О, жители несчастны. Так, давай посмотрим, что случилось. Мария что-то несчастна. Что случилось? Раздражение. Не хочет есть. Ну, блин, опять. Так и не ешьте, ё-моё. После сна на земле у нее раздражение. Ну, вот, кровать появилась. Так что, можешь спать на кровати. Нехватка развлечений. Видимо, нардов ей не хватает. Ну, ничего. Сейчас пивоваренье у нас открылось. Точнее, Эля варенье. Так что, откроем скоро пивоварню свою. О, ребята уже урожай собирают. Капусту-то посмотри. Ё-моё. Тут морковка и свекла созрела. Огонь. Крутотень. Ну, что ж. Я думаю, тогда на этой прекрасной ноте надо закругляться. И так, сегодня дофига чего сделали. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим видео. И подписаться, если ты еще не подписан. Это очень важно. Ну, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.